Девушки отдыхают Я клянусь Я добро уметь умею Понимаете, да? Понимаю Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Доброе утро Как я тебе? Нравится? Не знаю, это странно Странно? Я просто подумала, что ты прав И что нужно носить платок Для того, чтобы другие мужчины На меня не смотрели и не приставали Кто тебя приставал? Покажи меня Если повторить, я тебе обязательно покажу, хорошо? Хорошо Я на работу Ну и где же ты шлялась вчера? Не шлялась, а гуляла Гуляла Не бойся, свердела жопой Перед этими турками с рынка Слушай, не каким-то турком с рынка У него свой большой ресторан Интересно было бы посмотреть на него Да, представь себе На него интересно смотреть Не интересно смотреть только на твою жену Слушай, иди, тварь подсоборная Я же тебя просил о ней не говорить Малыш Слушай Слушай, тебя выгнал отсюда Нахрен Малыш, прости, я Ты у меня дождешься Доброе утро И надо уходить Почему? Ты тут не можешь быть Уходить, уходить Не выгоняй меня, пожалуйста Можно я останусь? Я все делать буду Уходи Айнур Да, госпожа Скажите, пожалуйста, может быть вы видели Кто заходил ночью в мою комнату Кто там мог быть? Будь кто? Кто быть? Да Я не понимаю, что вы говорите Так понятно Расим Расим Какая наглая Сама бездельничает и мне работать не дает Я уже не могу Помоги мне, пожалуйста Переведи, пожалуйста, Айнур Мой вопрос Кто мог заходить ночью в мою комнату? Что она говорит? Секунду, подожди Секунду, подожди Мой номер, да Мой номер Сейчас спрашиваю Айнур, она спрашивает Ты видела, кто заходил в номер? В ее номер? Видела? В ее номер? Да Кого я могла видеть? Ее номер никто не заходил Ну, кроме мужчин Которые постоянно к ней приходят И уходят Больше никого Она говорит, что она ничего не видит Она ничего не знает Так долго говорит, все время Приходит и приходит сюда О, Господи, как же вообще с вами разговаривать Придется идти в полицию? Ленон, а полиция тоже ничего не знает Ну, знает полиция Да надоели уже все Замолчи Приходят, уходят, приходят, уходят Тебе какое дело? К ней же приходят, не к тебе Если бы ко мне приходили, я бы так не нервничала Осторожно, только ремонт сделали Перестаньте шуметь Нет, я ей говорю, что надо хорошо вытирать Работать Я за тобой слежу Сам работать, иди Что ты здесь встал? Все равно помощь никакой Как же вы все надоели Никакой личной жизни Что это такое? Вот что это такое? Маша, это, нет, вот это, это блестеть должно Маша Так? Очень плохо работать Да я стараюсь вообще-то Ты не работай Ты целый день со мной разговариваешь А кто будет здесь убирать? Я буду люкс убирать Я буду коридор убирать Кто будет убирать? Красивый, ты сейчас тысячу слов сказал Слушайте! Ну что за бред у вас здесь происходит? Я не понимаю Еще люкс называется А что случилось? Он еще спрашивает Я в своем номере не могу нормально помыться Нормально настроить воду А я, между прочим, привыкла к европейскому уровню обслуживания Ну хотя бы какой-то нормальный смеситель поставить И за что он такие деньги ему платит? Я не понимаю А ты это видел? Знаешь, что это? Знаю Дженнифер и я сдук Это стерва Европейские качества Я Европу видел Я тоже видел Европу Два раза был Еди ты торгаешь Что ты дрешь? А, ну вот Между прочим, кстати, в люксе действительно проблемы с водой Я пойду там уберу сейчас Не надо, Маша Ты сегодня люкс не убирай С чего это? Я пойду его и уберу Я тебе говорю, не убирай Из-за этой стербы убирать не надо Пусть так живет А ты отдыхай Не отдыхай, работай Вот там чистить надо Оля, Калюнь Бора вставать, девятый час Господи, а где же его черти носят? Четыре, восемь Алло, Степ Степа, это тетя Люда Коля с тобой? А вы вчера вместе с ним на дискотеке-то были? Не, а что значит вроде? Так вроде или вместе? Да что с тобой разговаривать Ладно Алло Алло, это я Люда У нас Коля пропал Доброе утро Я тебя жду, Сюш Можно проводить тебя на работу? Ну, да А что случилось? Почему? А почему обязательно что-то должно случилось? Ну, не знаю Полицейские не приходят просто так Особенно к таким людям, как я Нас полицейские Никто не воспринимает Как обычные люди Мы Между прочим Такие же люди Как все У нас есть семьи, дети Мы так же А так же дружим Любимся Мы пришли Пришли Это все? Все Береги себя До свидания Спасибо Хорошего дня Хорошо Здравствуйте, Эльджа Здравствуй, Ксюша Скажите, пожалуйста А как продаются мои кольца? Плохо, совсем плохо Я снизу на кольцо твою цены Ну, почему? Я же делаю все, как вы мне сказали Потому что у тебя нет опыта Дефект много Надо больше делать Ну, я больше не могу Мне очень плохо, понимаете? Я теряю сознание Тебе не плохо А у тебя большой каприз Ой, некрасиво Это не от работы, Ксюша А от чего тогда? Ну, я тоже работаю Смотри, у меня волосы не падают Иди работать Заль Чествуй Иди сюда Иди сюда Ашана Смотри сюда Маша, очень срочно этот клоун убирай отсюда. Он нам взынкалит, всех клиентов испугал. А что он такого дела сидит, никого не трогает? Маша, слушай, у тебя работа здесь какой? Смотреть за порядок, а он порядок нарушать. Слушай, Мадик, ты бы шел лучше отсюда. Ну, хорошо, не пойду, не пойду. Че, бухаешь, да, по тихой грусти? Бухаю. Ну, бухать там, на улице, ладно, в отеле проблемы. Лена в гневе страшна, просто... Да, Лена в гневе просто ужасна, она просто страшна. Что же она сделает, интересно? А, полицию вызовет. Я очень боюсь полиции. Ладно, не ори. Ужасно. Лена, Лена, вот я этот клиент ключ не могу найти. Ты не знаешь, где он? Такой? Нет, вот-вот-вот-вот. Вот-вот, этот. Я смотрел, не было. Ну, может быть... Нет, нет, я там смотрел, смотрел. Вот здесь, там, я посмотрел. Ну, а что? Тихо, нет этого ключа здесь. Да, вот-вот, этот такой клиент. Красивый, с тобой что? Нет, просто спроси. Просто. Ты ключ-то найди, пожалуйста. Я могу, могу. Все остальное нормально? Да. Я не знаю даже, что и думать. Очень волнуюсь. Это просто мистика какая-то. Почему вы волновательны? Преступлений же нет. Может, кто-то шутит? Угу, хорошо, он шутит. Вы что, издеваетесь, что ли? Ну, какие-то могут быть шутки. Ну, да нет, это не шутки. Ну, это вообще что-то потустороннее. Потому что это невозможно даже объяснить, как это появилось. Это мистика какая-то. Я думаю, все объяснить мистика. С позиции марксизма. Издеваетесь, да? Ну, хорошо. Хорошо, хороши, конечно, шутки. Как вы оцените с позиции марксизма отпечаток на моем пододеяльнике, а? Хорошо, я иду с вами разбираться с позиции марксизма. Иду, Лев. Слава Богу. Спасибо. Мой сын жив. А я уже не смел надеяться. Да, большое счастье и чудо. Но пока рано говорить о хорошем прогнозе. Он слишком слаб. Слишком слаб. Поживи у нас, Касим. Я хочу, чтобы сын был под медицинским контролем. В этом нет необходимости, господин. Я буду каждый день навещать Мехмеда и следить за его состоянием. А вот сиделка ему не помешала бы. Я не хочу огласки, Касим. Скажи, Чилек сможет справиться с этим? Вполне. Я дам ей необходимые рекомендации по уходу, и она станет хорошей сиделкой для молодого господина. Пригласи ее ко мне, Касим. Чилек. Слушаю, господин. С этого дня ты будешь заниматься только Мехмедом. Касим расскажет тебе, что нужно делать. А как же мои обязанности по дому? Для этой работы Фатима подыщет другую горничную. Спасибо. Спасибо, господин. Иди. Маша, я хотел сказать, я не знаю, что ты такой хороший. Помнишь женщину из люкс? Женнифер Анистон. Кто? Ну, не важно. А, да, вот, который кричал очень много. Вот я, я, я ее не смог простить. А ты, ты простит, очень хороший человек. Ты злопамятный, Расим. Слушай, я не знаю, на самом деле, Расим. Может быть, просто я начала что-то понимать в этой жизни. Тем, наверное, уже слишком поздно. И очень дорого за это заплатила. Ты Фан Мехмед? А я не знаю, что ты, вузак, любитель. Я вообще, я, я думаю, что ты грубый человек. А ты, ты такой... Какой? Никакой я теперь человек, Расим. Ладно, спасибо тебе на добрые условия. Можно я дальше работать? Работай. Лена, Лена что-то зло сегодня. Я тоже работать с Павелом. Здравствуйте. Вы понимаете, он же всегда, когда задерживается, он же всегда мне звонит. А сейчас ни он не звонит, ни я ему дозвониться не могу. Ну вы, Людмила, это самое, не волнуйтесь. Ну, может, просто телефон сел. Так хорошо, сел телефон, а сам-то он где со своим телефоном? А друзьям звонили? Я звонила Степе, с которым он вчера в дискотеку ходил. Степа дома, а где он? Хоть и не знаю. То самое. А другим друзьям? Да нет, у него других, я не знаю, у него мало, мало друзей. Так, понятно, все, надо звонить в полицию, в больнице, в морге. В морге? Нет, Людмила, вы это самое, не волнуйтесь, я сам позвоню. Вот, так, так. Проходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Тайнур, Хасан. Ну вот, в общем, я все вам рассказала, я просто уже не знаю, что делать. Я уже всего боюсь. Это вот надпись, вот эта красная, Ясмин, это в трубку кричит, Ясмин, Ясмин, не только в трубку, вообще слышу какие-то эти голоса, портрет потом этот падает. Вы вообще слышите меня? Да, да, очень красивая женщина, глаза. Вы заметите, какие у нее глаза? Это просто мистика. Вы так правда думаете, да? Да. Да? Понятно. Вы же смеетесь надо мной. Ну, хотите, я покажу вам сейчас прямо в номере? Пойдемте. В номере, вот эту кровь, да? Да, да. Пойдем. Ленану. Ну, секунду. Айнур. Они хотят подняться в номер, посмотреть, что там произошло и что там написано. Но я уже убрала этот номер. Зачем ты это сделал? Она взяла, уборка сделала в комнате. Так, ну, кто ее просил вообще? Что, убрала? Айнур. Пускай она тогда покажет, куда она это все убрала. Тогда иди и покажи, куда ты все это убрала. Иди. Иди. Я? Да, ты. Пойдемте. Я же не знала, откуда могла знать. Ты что тут делать? Вот, сижу. Я тебе сказать, уходи. Мне некуда уходить. Аллах, Аллах. Я не могу тебя брать. Я иметь жена, жена. Мне все равно. Как же тебе объяснить? Да. Кемаль. Слушаю. Сегодня продукты покупала. Да. Одно расстройство. Почему? Цены растут каждый день. Хоть на базар не ходи. Да. А все потому, что правительство гнилое. Гнать их надо всех. Точно. Может, тогда что-то изменится. Вот и я говорю. А с нравами что творится? Молодежь совсем распустилась. Точно так. Старших совсем уважать перестали. Да. Да. Ты это приготовила? Кушай. Кушай, сынок. На. Возьми. Спасибо. Мамочка, я тебя люблю. Приятного аппетита. Как вкусно пахнет. Аллах. Вот. Вот это. Она говорила, что очень испугалась. Она испугалась? Да. Может быть, она боится того, что каждый вечер в своем номере спит с разными мужчинами. Я-то что могу? А у меня был пододеяльник. Что? Пододеяльник у меня был. Госпожа, я не понимаю, что вы говорите. Она говорит, что она испугалась. Ой, а может, я и простыняю. Может, не точно что-то помню. Ленахан, вы не пугаться. Тебе, у вас на спине тоже в руках. Анастин. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Мне кажется, я знаю, кто помогает Ясмин воспитывать русскую управляющую Да? И кто же? Эта история началась давно. У красавицы Ясмин была верная и умная няня, которой Ясмин доверяла, как себе самой. Даже после смерти Ясмин няня продолжает защищать свою любимицу. Как её звали? Айнур. Не напомнишь? Мне напомнить? Да, тебе. Имя? Да, имя. Уважаемый, я не знаю. Ты знаешь? Я не знаю. Ты знаешь? Я не знаю. Пусть русская убирается из нашего дома. Чёрт возьми. Если ты её обидишь, поверь, ты первая уберёшься из этого дома. Куда? В тюрьму. Куда? В тюрьму. В тюрьму? Я не виновата. Обещаю. Я её больше не трону. Не трону. Ты знаешь, где сейчас Якуб? Где Якуб? Не знаю. Я всё поняла. Я её больше не трону. Здравствуйте, Таисия. О, Ксюнь. А что ты в платке? Совсем замучил тебя козёл этот, а? Уже в платке заставил ходить. Вот я говорила тебе. Да это не он. А кто? Это я. Я сама одела платок. А шо? Таисия, у меня очень сильно выпадают волосы. А ну-ка, покажь. Только аккуратно, пожалуйста. Ну-ка. Ой, господи, ни хрена себе. Слухай. А ты последним часом много психуешь, а? Ну, на нервах. Ну да. Ну ты ж знаешь, у все болезни от нервов, а? Тебе надо витаминчиков попить. И у всё пройдёт. А я тебе масочку лечебную сделаю. У всё пройдёт. Да это ты дюжа мнительная, Ксю. Ну, надо пожёстче, пожёстче. Хорошо. Ну, только не горюй, ладно? Я тогда к вам на масочку приду, хорошо? Хорошо. Спасибо. Ой-ой. Иди сюда. Добро пожаловать. Слушай, позови хозяина. Хозяин? Хозяин. Госс. Госс? Владимир. А мама? Не знаю, как это у вас. Ну, высокий такой. Красивый, глаза секси такой. А, Орхан. Орхан, точно. Зовися Орханом. Он тупая. Орханом. Привет. Юна, а не тот тебя здесь видит? Знаешь что? Я тут подумала, а почему бы нам не продолжить наши с тобой хорошо начавшиеся отношения? Продолжить? Ну да, продолжить. Ну, как тебе сказать? А-а-а, ну да, ну что? Да, да, конечно, 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 не профи. Слушай, эта девка еще внизу? Да. Прогнать ее? Нет, нет. Иди, позови ее сюда. Быстро. Иди, иди. Быстро. Что происходит? Я просто... Просто... Я жду объяснений, челек. Среди моих рекомендаций по уходу не было ничего подобного. Понимаете, господин, молодой хозяин был такой бледный, и я... И что? Я хотела проверить пульс, но не нашла его. Я испугалась и хотела проверить, дышит ли господин Мехмед. Как хорошо, что вы пришли, доктор. Для проверки дыхания нет необходимости лезть в лицо пациента. Нужно занести инфекцию, а его организм и так ослаблен. Слушаюсь. Слушаюсь, господин. Если еще раз захочешь проверить дыхание, воспользуйся зеркальцем. Зеркальцем. Поняла? Спасибо, доктор. Оказывается, все так просто. Спасибо. Спасибо большое. Фатима. Об этом она скажет потом, и... Ты считаешь, что умный человек, не зная условия, станет раздавать дурацкие обещания? Мало ли, что она потребует. Ты подумала об этом? Может быть, я и не такая умная, как ты, Ибрагим. Но именно после моего обещания произошло чудо. Мехмед жив, и он дома? Да, произошло. Мехмед жив, и он дома. Фатима, ты как ребенок. Это простое совпадение. Неужели ты до сих пор веришь в сказки? Касим. Как здоровье Мехмеда? Это похоже на сказку. Мехмед так быстро идет на поправку, что я просто не верю своим глазам. Присаживайтесь, пожалуйста. Принеси кофе. Классно. Реально, господи. Как заводит в такое место. Кошмарное, как в фильме ужасов. Ты что, здесь живешь? Нет, просто эта длина сама. Слушай, мне, конечно, место, конечно, ужасное, в хорошем смысле. Ну, конечно, это круче. Привет. Здравствуй, господи. А что ты так неважно вылетишь, а? Случилось что? Да нет, просто не выспалась, наверное, да и устала немножко. А-а-а. Слушай, а ты, случайно, Салема не знаешь? Это тот, который в дубленках работает? Точно, в дубленках. Ты представляешь? Иду я тут по площади. Она бутерброд купила. И вдруг у меня каблук хрязь и сломался. Бутерброд у меня падает. Я в шоке. Там мою дивизию. И вдруг ко мне подбегает этот самый Салем. Хватает меня за руку и чуть ли не насилует прямо посредь площади. Ну, ты представляешь, а? Ну, ты чуешь, а? Ну, вон ахал. Ой. Мне кажется, что вы немножко преубедичиваете, Таисия. Кто? Я? Ну, все-таки старый мужчина. Может быть, помог вам из вежливости. Во-первых, он не старый. А потом вежливость. Ничего себе! Вежливость! Он не хотел, чтобы вы сломали руку, там, щиколотку или шейку бедра. Шо? Да пошла ты со своей шейкой. Ну, простите, я не хотела вас обидеть. Возраст у женщины такой, какой она сама себя чувствует. Вот я, например, вообще не устаю. И я не знаю, что там с шейками, с бедрами. А у меня все в порядке. И с волосами получше, чем у многих молодых. Ну, зачем вы так? Затем! Ты ключ отдал? Ключ? Ну, ключ. От какой комнаты? Ну, той ужасной комнаты. Ой, я забыл. Давай, ты иди, я тебя догоню. Хорошо? Не хочу, хочу, чтобы ты меня проводил. Я тебя дожду. Давай. А иди, я тебя догоню. Давай. Я подожду тебя. Хорошо, учусь. Кто это? Что она тут делает? Когда ты будешь хозяином этого дома, тогда я отвечу на твои вопросы. Что за ответ? Ты совсем обезумел от старости. Как ты смеешь приводить сюда детку? Ты муж моей сестры. Кто эта шлюха? А, и где твоя сестра? Или ты ей не старший брат? Я тебе покажу, кто ей старший брат. Проваливай отсюда. Проваливай отсюда. Проваливай отсюда. Проваливай отсюда. Он что, пугался? Нет. Он хотел тебя купить. А я тебе не дам. Султан, собирай свои вещи. Почему? Зачем? Куда она пойдет? Не твое дело. Почему суешь свой нос в мои дела? Я старший брат, и мне решать. Это мое дело. Она моя сестра. Да, она твоя сестра. А где ты была, когда ее выдавали замуж за Кемали? Пошли. Она никуда не пойдет. Не зли меня. Ударь. Ты столько раз это делал. Ударь еще. Спасибо, сестричка. Он пошел к маме. Как ты себя чувствуешь, мама? Плохо, Архан. Ты пришел, чтобы узнать это? Мама, Султан, надо возвращаться к себе. Нет, она нужна мне здесь. Когда скажу, чтобы она возвращалась, тогда пойдет. Мама, Султан замужем. Отправим ее домой. Люди начнут болтать. Прошу. Когда тебя волновали люди, я вижу тебя насквозь, Архан. Ты боишься, что я напишу завещание на Султан. И поэтому хочешь прогнать свою сестру из дома. Мама, все не так, как ты думаешь. Я просто не хотел тебя волновать, но Кемаль привел женщину и живет с ней. Как с женой? Если Султан не вернется, на нашу семью ляжет позор. Это правда? Я горжусь таким сыном, как ты, Архан. Отведи ее к мужу. Отведи к мужу. Хорошо, мамочка. Что ты делаешь-то? Зачем ты лезешь в мой документ? Зачем вы меня обманываете? Вы мне сказали вчера, что продали на 200, а продали на 800. Я тебя обманываю. Ты так говоришь? Да, разве не так? Посмотрите. Ты знаешь, что ты мне 3000 долларов должна? Ты понимаешь, это большое деньги. За это деньги я тебе мог бордель продать, полиции отдавать. Убить тебя? Конечно, убить. Кто тебя найдет в этом городе? Я просто хотела узнать, сколько мне еще здесь работать. Понимаешь? Хочешь, работай. Хочешь, не работай. Поняла? Я буду работать. Работай. Ты сказал, что состояние Мехмеда улучшилось. А он так и не пришел в сознание. Все хорошо, господин. У Мехмеда стабилизировалась работа сердца, дыхание, нормализовались давление и температура. Но когда же мой сын придет в себя? Надеюсь, в самом ближайшем будущем. Нужен какой-то эмоциональный повод. Я сделаю все, какой повод нужен, чтобы Мехмед открыл глаза и заговорил. Я сделаю все. Может быть, любовь? Касим. Он пошевелился, клянусь. Мехмед шевельнул рукой. Сынок. Наконец, ты очнулся. Мы так волновались за тебя. Что ты хочешь? Телефон. Что ты сказал? Я не понял. Повтори. Телефон. Позвонить Маше. И это первое, что ты хотел сказать? Он сам еще не понимает, что говорит. Слишком слаб. Ему нужен покой, и пора ставить капельницу. Когда он придет в себя, объясните ему, что его телефон сгорел в обломках автомобиля. Мне надо просто попрощаться. Ты не пара себе. Привет! В доме Барагима ищут горничную. Я бы сама могла к ним устроиться. Но они же меня знают. Можешь к ним пойти, пожалуйста? Я? Тебе не надо будет ничего делать. Просто устроишься к ним в горничный. Узнаешь, где и когда его будут. Я поняла. И все? Ксюша, я сделаю. Тихо-тихо-тихо. Я все на тебе сделаю. Тихо, не плачь, пожалуйста. Не плачь. Слышишь меня? Тихо-тихо. Вот так. Вот так. Скоро вы совсем поправитесь. И тогда не то, что есть. Вы бегать сможете. А чтобы силы были, нужно как следует пообедать. Давайте я помогу вам. Давайте. Вот так. Челек. Да? Ты помнишь Машу? Машу. Еще бы, господин. Такое не забывается. Мне очень нужно ее увидеть. Сходи к ней на работу в магазин Салема и скажи, что я хочу ее видеть. Нет. Больше не надо. Нет, Аль? Не надо. Да, нет такого. Угу. Спасибо большое. До свидания. Ну вот, уже лучше так. Куда звони? А, теперь в нашу теперь звони. Алло. Здравствуйте. У нас молодой человек пропал. Угу. Ну, среднего телосложения, сред... Простите, кто есть? Сейчас спрошу. А как он был одет? Клечетая рубашка? Да. Да, клечетая рубашка. И синие джинсы. Да, и синие джинсы. Да, сейчас подъеду. Куда? На опоздание. Ой, господи. Ну, успокойтесь. Ну, успокойтесь. Ну, успокойтесь. Ну, это надо. Может, давайте еще водички? Ну, давайте. Ну, успокойтесь. Ну, успокойтесь. Ну, успокойтесь. Ну, успокойтесь. Ну, успокойтесь. А вот и я. Здравствуйте. 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 Что вам нужно? Я слышала, что у вас есть работа. Я не поняла. Ворк. Ворк. Где? А, вода и сиротон. Сиротон? Угу. В чем дело? Пришла девушка. Ищет работу горничной. Здравствуйте. Работа. 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 Субтитры создавал DimaTorzok